Какие налоги нам необходимо заплатить до конца года? Налоговая инспекция по городу Курот-Анапа, так как и вся Федеральная налоговая служба, практически закончила процесс начисления местных налогов. Местные налоги – это имущественные налоги, налог на имущество, налог на землю, транспортный налог. Эти налоги, так как и в прошлом году, все граждане нашей страны должны оплатить в срок до 1 декабря. Как складывается динамика начисления налогов? Стали платить больше или меньше? Динамика в нашем городе Курот-Анапа на протяжении многих лет имеет ярко выраженную тенденцию к росту. Так, например, в прошлом году у нас было плательщиков в местных налогах. Вот всех три налога, которых я перечислила – это налог на имущество, налог на землю, транспортный налог. Общее количество плательщиков у нас было 196 тысяч. В 2017 году этих плательщиков увеличилось на 10 тысяч и стало 207 тысяч. Татьяна Дмитриевна, а куда пойдут налоги, которые мы сейчас платим? Это земельный налог, налог на транспорт и имущественный налог? Сумма оплаченных налогов, соответственно, также имеет тенденцию роста. В этом году сумма составляет 510 миллионов рублей, это плюс 24 миллиона. Это те средства, которые будут зачислены в бюджет, в основной массе в бюджет города-курорта Анапа, частично в бюджет краевой, и, естественно, они пойдут на развитие нашего города. Вообще, имущественные налоги составляют достаточно значимую сумму в доле доходной части бюджета, почти четверть от всех налогов, которые зачисляются в бюджет нашего города. Татьяна Дмитриевна, спасибо огромное за это интервью.